Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Масштабное обновление Центра Орла. В правительстве региона объявили о создании литературно-рекреационной зоны. На конкурс уже прислали 48 дизайн-проектов из 13 регионов страны. Наезднику очень нашему нравится. Красота-то какая! Орловчане позитивно оценили новогоднюю трансформацию города. Что хвалили особенно? Мы единый монолит, который разорвать практически невозможно. Бриллиантовая свадьба. 60-летний юбилей отметила семья долгожителей Николай и Лидия Савенкова из Ливен. Первый областной поздравлял. Хочу выразить благодарность всем этим людям. Спасибо вам огромное. Цвет рождественской звезды. В этом году благотворительный марафон соберет средства для 9-летней Надежды Каратенко. Девочка мечтает о пишущей машинке Брайля. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Кикбоксер Владислав Тойнов может стать спортсменом года. Голосование за кандидатов сейчас проходит на сайте Всемирных игр. Всего там представлены 25 видов спорта. Орловский бриллиант, так еще называют Владислава в бойцовских кругах, представляет Всемирную федерацию кикбоксинга. О голосовании спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети. «Скажу честно, это очень высокая ответственность, и мне очень приятно принимать участие в этом событии. Ваша поддержка невероятно важна для меня, так как благодаря вашим голосам я могу завоевать это звание». Владу 21 год. Он тренируется под руководством местного тренера Андрея Чадина. На недавнем турнире в Боснии и Герцеговине Орловский бриллиант стал чемпионом мира по версии ВАКО. Помимо этого, Влад получил титул «Бест-фо-бест». Его отметили как лучшего бойца турнира. Проголосовать за нашего земляка можно на сайте Всемирных игр до 30 января текущего года. Каким станет Парк Победы и Дворянское гнездо в будущем? На этот вопрос должны ответить участники открытого всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса. Он проходит в эти дни в Орле. Территория для разработки ландшафтной концепции была выбрана сообща. Опросили тысячу гостей и жителей города, специалистов и экспертов. Половина респондентов выбрала для преобразования именно Парк Победы и Дворянку. Первые результаты озвучили на заседании конкурсной комиссии с участием главы региона. Наталья Пехтерева следила за обсуждением. Новая история знаковых мест. В Орле может появиться литературная рекреационная зона. Парк Победы и Дворянское гнездо. Ее облик определяют посредством конкурса. Ландшафтный сквер, Дворянское гнездо, Парк Победы, улица 7 ноября, Салтыково-Щедрина, территория музея писателей Орловцев, Рябиновый сад, окрестности памятника Каховка и ряда других объектов. Цель всероссийского конкурса – разработка лучшей архитектурно-градостроительной концепции пространственного развития этой зоны Орла. Для нас большое значение имеет то, что мы эту работу ведем в год 75-летия Победы. И я неоднократно на встречах с жителями, с ветеранским сообществом и с молодежью нашу слышал запрос на создание достойного места, которое бы символизировал в череде всех знаковых событий, которые есть в области, историю и память о истории Великой Отечественной войны – Парк Победы. Сегодня Парк Победы действительно – это большая территория, которая требует особого внимания. На заседании комиссии открытого всероссийского конкурса объявили первые итоги – 48 заявок из 13 регионов, географии участников от Москвы до Калининграда. Фактически это первый на Орловщине конкурс такого высокого уровня за последние 10 лет. И мне приятно отметить, что со дня объявления старта конкурса с 5 декабря мы получили 48 заявок. На втором этапе конкурсантам предложат разработать архитектурно-городостроительные концепции развития территории. Участники, которые наберут средний балл от 5 и более, становятся уже участниками второго этапа, где они непосредственно будут работать над эскизными предложениями и предлагать свои решения на оценку уважаемого жюри. Вице-президент Союза архитекторов России, член конкурсной комиссии Дмитрий Наринский, высоко оценил уровень организации и стартовый этап мероприятия. Я бы отметил шикарное взаимодействие как ваших специалистов, так и части профессиональной общественности в лице Союза архитекторов. Результаты планируют объявить до 4 февраля. Победителя, набравшего наибольшее количество баллов, наградят премией в 400 тысяч рублей. Наталья Пехтерева, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Палиативная помощь населению в регионе должна выйти на новый уровень. Такое заявление сегодня сделал Андрей Клычков на заседании общественного совета при департаменте здравоохранения. Палиативная медицина – это активная, всеобъемлющая помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. На нее в рамках страны в 2020 году выделят 150 миллиардов рублей. В Орловском регионе стартовало сразу несколько крупных проектов. Губернатор подчеркнул, что все они должны быть реализованы. В 2017 году мы открыли отделение палиативной помощи в Плещеевской больнице на 15 коек. В 2019 году расширили его уже до 30 коек. И хочу отметить, что ко мне обращаются жители региона. Слава благодарности за создание отделения палиативной помощи. Безусловно, понимаем, что масштаб пока еще не совсем соответствует той потребности. Мы говорили с Александром Анатольевичем о том, что у нас около 2000 человек нуждаются в подобном виде помощи. И здесь нам есть куда двигаться и развиваться. Ну а накануне губернатор встречался с митрополитом Тихоном. Тот подарил Андрею Клычкову икону Рождества Христова и картину с видом Ростова Великого. Встреча состоялась в резиденции управляющего Орловской митрополией. Андрей Клычков поздравил архипастра с Рождеством. Губернатор вручил владыке букет роз и памятные подарки. Дай Бог, чтобы мы здесь на Орловщине больше славили Бога, прославляли Его чем? В первую очередь своими праведными мыслями, праведной жизнью, своими праведными трудами, трудами ратными, трудами производственными, трудами молитвами, трудами воспитательными. Тогда действительно вот этот вифлеемский свет звезды приведет всех нас к тому, что мы наконец-то будем любить друг друга. Региональная гарантийная организация в этом году планирует предоставить поручительство местным предпринимателям на общую сумму более 200 миллионов рублей. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Здравствуй, Настя. Так о чем там речь? Здравствуй, Олег. Региональная гарантийная организация – это часть фонда поддержки предпринимательства Орловской области. В минувшем году она уже предоставила Орловским предпринимателям 83 поручительства на сумму 222 миллиона 300 тысяч рублей. Региональная гарантийная организация в этом году планирует увеличить количество партнеров еще как минимум на два банка. Такая информация опубликована на сайте правительства Орловской области. Сегодня РГО сотрудничает с 13 банками, которые поручаются за наших бизнесменов при кредитовании. Отмечу, в 2019-м гарантийная компания получила субсидию из областной и федеральной казны около 20 миллионов рублей. И еще о поддержке Орловского бизнеса. За прошедший год Орловский фонд микрофинансирования выдал полмиллиарда рублей кредитов. Финансово помогли почти 400 предпринимателям. Сегодня организация предоставляет льготы при кредитовании организаций, специализирующихся на сельском хозяйстве и промышленности. Также работают привлекательные ставки всего 5% годовых по кредитам для начинающих предпринимателей и экспортерам. Привилегии в 3% годовых могут воспользоваться бизнесмены, создающие новые рабочие места. Орловская область возьмет в долг для досрочного покажения долгов 3 миллиарда рублей. Деньги берутся на фоне принятого Банком России решения снизить ключевую ставку до 6,25% годовых. Новый заем позволит сократить расходы на ежегодное обслуживание госдолга, а именно для закрытия уже имеющихся кредитов под высокие проценты. В регионе стартовала кампания по декларированию доходов за 2019. Налоговики напоминают, что отчитаться о прибыли орловчане должны до 30 апреля, а оплатить НДФЛ нужно до 15 июля. Предоставлять декларацию должны граждане, которые продали квартиру, получили дорогие подарки, а также сдавали имущество в аренду. Кстати, теперь подавать бумажные декларации можно не только в налоговые инспекции, но и в МФЦ. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина. А мы продолжаем. Таксофонами, установленными в городе и области, можно пользоваться бесплатно. Powerostelecom отменил плату за все звонки с таксофонов на российские номера с ноября прошедшего года, что особенно ценно для жителей отдаленных сел и деревень. Сегодня представители компании информацию о бесплатной связи подтвердили. Теперь не нужно покупать тарсофонную карту, и любой житель области может с любого тарсофона сделать звонок внутри России своим близким, родственникам. Всего в Орловской области установлено 2948 таксофонов. По словам представителей Ростелекома, 95% из них в рабочем состоянии. Аппараты находятся на балансе компании. Стартовавшие 21 декабря новогодние гуляния продолжаются. На главной площади Орла, несмотря на окончание праздников, по-прежнему многолюдно. Что именно в этом году привлекло в самое сердце города тысячи орловчан и гостей областной столицы? Как были восприняты нововведения? Как жители реагируют на красоты в социальных сетях и непосредственно на месте? Анастасия Гришина. Обо всем по порядку. Дубенбургер, Дубовухан, Соловий, Разбойник и цифра в 20 тысяч человек. Наверное, только ленивый не говорил об этом последние несколько недель. Говорили, обсуждали и даже критиковали. Сравнивали с другими областными центрами и говорили, что такого не было. А сейчас самое время подвести небольшие итоги. Наверное, самым ярким акцентом в этом году стала карусель и та цифра в 20 тысяч. Это количество человек, которые посетили аттракцион на новогодние праздники. Однако очередь не уменьшается и с началом рабочих будней. Да, у нас это первый Новый год, уже более-менее осознанный. Мы гуляем, мы пришли, смотрим, фотографируемся. Вот наша первая карусель, поэтому наезднику очень нашему нравится. Про каток на площади решили нам рассказать сами юные посетители. Этот каток мне очень нравится, потому что здесь скользкий лед. Ходил еще до Нового года, мне здесь очень нравится. Прихожу практически каждый день. Спасибо большому этому катку, что он есть. Здесь всегда хороший лед, всегда хорошо заливают. Поэтому хочется сказать большое спасибо, что есть каток. Очень много людей на катке, столько народу и в тебя могут врезаться. Светящиеся деревья в парке стали излюбленным местом у орловчан. Вот как отзываются об обновлении в социальных сетях. А мне очень нравится наш город сейчас. Такой новогодний, красивый и приятно прогуляться, любуясь прекрасно украшенными инсталляциями. Замечательной елкой, катком, домиками с вкусными имбирными пряниками. Очень красиво украсили город в этом году. Хоть и снега нет, но все равно атмосфера праздника. Яркие инсталляции, интермедиа и вкусные яства. Все это будет радовать орловчан и гостей области до 12 января, когда пройдет торжественное закрытие новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах-2020». Анастасия Гришина и Екатерина Федина. Телеканал Первый областной. 21 1916. Столько дней прожили вместе Николай и Лидия Савенкова из Ливен. Накануне жители Ливен отпраздновали 60-летний юбилей своего брака. Это бриллиантовая свадьба. Семью долгожителя поздравляли родные, представители администрации и Первый областной в лице Юлии Савельниковой. Втоль маленьких домиков белых, акации душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Словно герой из Гайдаевского фильма, Николай Петрович с такой же теплотой отзывается о своей Лиде. Их история любви началась 62 года назад. Первое свидание прошло прямо здесь, на этой улице, где сейчас гуляет пара. Лидия Романовна признается, навстречу пришла в платье из чужого плеча. Но в те времена встречали не по одежке, даже на свиданиях. И первый раз, когда встретились мы, приглядывались к друг другу, аккуратненько так. Потом пошли вдоль по всей Ленинской, начали разговаривать. Поговорить друг с другом они любят и сегодня. Тема находится всегда. Это здание было построено во второй половине 19 века и до сих пор почти сохранило свой исторический облик. 60 лет назад здесь находился ЗАГС, где и в такой же заснеженный день 9 января мужем и женой стали Николай и Лидия Савенковы. Первые годы супружества были нелегкими. Притирались друг другу с трудом. Зато сейчас жить друг без друга не могут. Их сплотили общие горе и радость, богатство и бедность. По кирпичику они строили и этот дом, и свои отношения. Воспитали двух детей и пятерых внуков. Мы единый монолит, который разорвать практически невозможно. Это реальность. Но для того, чтобы это обеспечить, надо именно, если женись по любви и поддерживай, сохраняй эту любовь на всю жизнь. Секрет семейного счастья вовсе не секрет. Главное, говорит Лидия Романовна, уметь обсуждать все проблемы вместе. В праздничный день в доме многолюдно. Поздравить пришли и близкие, и представители администрации. В адрес юбиляров самые теплые слова. Крепость Важного Союза доказана временем. Он навсегда вошел в историю поколения Савенковых. И стал примером не только для ваших родных, но и для всех леницев. 60-ю годовщину в народе называют бриллиантовая свадьба. Савенковы говорят, их союз действительно такой же красивый и крепкий, как этот роскошный камень. Через 10 лет супруги планируют отметить и благодатную свадьбу. Юлия Сабиник, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Орловщина вновь спустя 13 лет примет у себя первенство ЦФО по боксу среди юниоров. В течение пяти дней лучшие спортсмены со всей нашей области будут доказывать свое мастерство среди представителей 17 регионов страны. Мы в этот раз постараемся завоевать больше призовых мест, чем на предыдущих мероприятиях. Планируем два первых места. Ну, наверное, там второе и третье места тоже должны у нас быть. Поэтому с нетерпением ждем это мероприятие и готовимся, еще раз готовимся, приглашаем всех на данный турнир. В состав сборной нашей области были приглашены спортсмены, которые уже имеют за своими плечами немалый опыт и находятся в резерве грядущих взрослых соревнований. За награды и попадание на чемпионат России будут бороться более ста боксеров. Первенство продлится с 14 по 18 января на базе училища Олимпийского резерва. Орловские волонтеры, реализующие экологический проект «Второй шанс», предлагают сделать доброе дело в субботу, 11 января. Активисты напоминают, вторсырье есть в каждом доме, и чтобы не превратить планету в свалку, его нужно сдавать волонтерам для последующей переработки. Средства, вырученные за сданное вторсырье, волонтеры направят в помощь ребенку с ДЦП. Что нести? Макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, старые батарейки, полипропиленовые мешки и другое. Подробнее в группе проекта «Второй шанс». Здесь же его описание, отчеты о ранее проведенных акциях и адреса, где волонтеры будут ждать желающих присоединиться к их инициативе. Где-то они станут дежурить с 11 до полудня, а где-то с часу дня до двух, когда и завершится эта уже пятая по счету экоакция. Девятилетние орловские девочки будут собирать средства в рамках благотворительной акции «Свет рождественской звезды». В Орле марафон стартует уже в 17-й раз. В этом году, 15 января, адресатом фестиваля станет Надежда Каратенко. Ее давняя мечта может осуществиться благодаря вам. Вот в этом подъезде живет особенный ребенок. Девятилетняя Надя преодолевает этот путь ежедневно, когда идет на занятия в гимназию, она учится в 4-м классе или в хоровую школу. Казалось бы, обычные ступеньки, но Надя их видит. Вот так. Гулять Надюша любит, но при этом всегда добавляет, если только по делу. Когда есть возможность, они с мамой Ольгой спускаются на набережную, живут недалеко, да и голуби сутками здесь их ждут. Мама с дочкой обычно приходят с лакомством. Утка номер один, утка номер два и так далее. Надя Каратенко не видит, но слышит, чувствует. Иначе, говорят, по-своему видит мир. Более полной картину делает мама. Она рассказывает дочери о том, что встречается на пути. Несмотря на отсутствие зрения, девочка удивительно талантлива. Она участвовала в фестивалях «Белая трость» и «Добрая волна». В этом году юная орловчанка станет адресатом благотворительной акции «Свет рождественской звезды». Мне это очень приятно. Я хочу выразить благодарность всем этим людям. Спасибо вам огромное. Благотворительный концерт пройдет 15 января в городском центре культуры в 17 раз. За 16 лет в его рамках было собрано почти полтора миллиона рублей. С 2005 года фестиваль помогал учреждениям, где занимались дети с ограниченными возможностями здоровья. А в 2013 помощь стала адресной. В этом году «Свет рождественской звезды» озарит нашу очень удивительную девочку Надю Каратенко. Надежда родилась, к сожалению, с многими серьезными заболеваниями. Надя не зрячая девочка, но она настоящий боец и борец. Несмотря на все заболевания, Надю уже ставит перед собой очень высокие цели и целеустремленно идет к ним. В прошлом, в 2019 году, «Орловский свет рождественской звезды» собрал 149 тысяч рублей для общественной организации «Орловские родники», единственной в нашем городе занимающейся адаптацией взрослых с ОВЗ. Я мечтаю о том, чтобы все наши трудности, которые случаются в жизни, как и у всех, они проходили максимально безболезненно для Нади. 294 тысячи рублей – сумма к сбору в этом году. Наде нужна электронная пишущая машинка Брайля. Она облегчила бы занятия в школе. Средства от продажи билетов, а также благотворительная помощь, собранная на концерте, возможно, позволят осуществить детскую мечту. Виктория Юркова, Екатерина Федина, телеканал Первый областной. Виктория Юркова, Екатерина Федина, телеканал Первый областной. Молодец, верный выбор сделал. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз, ставка 11,25% годовых. Звоните 22 20 37. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. В народе в эту пору продолжались святки, молодые люди посвящали свой досуг гаданиям. Семейным было положено проводить время в кругу семьи, совместно выполняя домашние дела, а вечером накрывать праздничный стол. Теплая погода в этот день предвещает раннюю теплую весну. А какая погода в нашей области? В Амцинске небольшие дожди со снегом и пасмурно. Плюс один днем, ночью резко похолодает до минус шести. В Ливнах тоже осадки в виде дождя, со снегом и пасмурно. Температура плюс два днем, ночью гололедится и минус пять. В Болхове пасмурный и мокрый снег. Ноль днем, ночью минус семь. Пасмурный дождь со снегом в Орле. Днем плюс один, ночью также значительно похолодает. Минус шесть. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 740 мм в ртутного столба. Это был прогноз на субботу. Оставайтесь с первым областным. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 11,25% годовых. Все сбережения застрахованы. Хобби-гипермаркет «Леонардо». Вас ждут тысячи товаров для декора и рукоделия. Выбирайте творческие подарки в новом году вместе с хобби-гипермаркетом «Леонардо». Пусть в этом году вас ждет только удача. До свидания. О, привет, Маша. Я вот тоже договор оформил. Так я тебе уже два года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделал. Теперь деньги в правильном месте храню. «Сберегательный союз». Ставка 11,25% годовых. Звоните 22 2037. Хобби-гипермаркет «Леонардо». Настоящий простор для творчества. Тысячи наименований товара для декора и рукоделия. Прикоснись к миру творчества. Вместе с хобби-гипермаркетом «Леонардо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова